Сейчас, оказывается, можно добраться до космического пространства. Всего лишь на модернизированном иростате. А потом он идёт спокойно на Луну, на Луну прямым этим путём. Я с вами согласен. Казалось бы, такого рода заявление должно было бы взорвать весь интернет, или, по крайней мере, глобальную волну, все участники которой озабочены продвижением прорывных технологий. Но этого не случилось. Вот и давайте попытаемся разобраться, почему. И для затравки я приведу здесь диалог с одним из наиболее активных участников глобальной волны. Фамилию его не называю, так как я не спрашивал у него на это разрешение. Ловлю. Здесь было имя. На предложение ему, оказывается, не учёному подсказывать или предлагать нечто новое, неизвестное. А я бы сказал ещё и просто замалчиваемое. Да. Перед этим подчеркну, что в их свободный эфир я и пытаться не буду зайти, так как демонстрируемые ими знания меня просто подавляют. Тем не менее, всё же прошу просто задуматься о том, почему при обсуждении тех или иных объектов природы, того же эфира, частиц эфира, любых других частиц и объектов, изначально отрицается возможность развития ими своей собственной природной тяги. Ведь как минимум у тех же атомов имеют место безрасходные переходы электрона с одного уровня на другой, что позволяет предположить и то, что эти процессы могут происходить и всегда, и с отбросом, грубо говоря, масс в бесконечность. То есть прошу просто об этом задуматься. Ведь так любой автор смог бы найти ответы и на многие животрепещущие для него вопросы. Ответ был такой. Ну-ну, ловите. Я в курсе, что щеконадувательство и вид важны. Это критерии. А честность не в чести и признаться в том, что ты не учёный, стыдно и осудительно. Ну а что? В аспирантурах не учился, студентам не преподавал. Какой же я учёный? Я исследователь, любитель, и мне лично не стыдно в этом признаться. Но даже я, не учёный, прекрасно вижу, что реактивные движения как таковое – тупик. Отброс массы – тупик. И ещё я вижу, что баллоны с водородом от чего-то в космос не улетают. И даже баллоны с гелием. Может быть, с мифическим гелием три полетят? На что последовал вот такой мой ответ? Спасибо за ответ, хотя и с непонятным началом. Если вас обиделось, что я упомянул ваши слова, то извиняюсь. Я всего лишь хотел подчеркнуть, что и я не учёный, а также то, что демонстрируемые и вами знания меня именно подавляют. Почему? А потому, что даже из самого этого ответа я вижу, как ваши знания изначально без какого-либо основания диктуют вам отброс масс в тупик. А если всё же хорошо подумать? И о том, что баллоны уж очень тяжёлые, тем более в случае с гелием. И о том, что молекула гелия, по сути, безрасходным образом выводит в космос полезную нагрузку, фактически при помощи атомов водорода. Как видно, ни о каком диалоге речи пока не идёт. Идёт своё родо обмен колкостями. Так мне приходится реагировать почти каждый раз, как я только выложу своё видео, на комментарии явно неадекватных участников глобальной волны. А вот в этом случае уже я проявил инициативу с колкостями, надеясь вызвать на диалог именно адекватного участника глобальной волны, явно заинтересованного в продвижении прорывных технологий. Но также явно страдающего характерной для всех участников глобальной волны проблемой. А именно, вот если бы я не просто выложил перед всеми участниками глобальной волны вполне реальную, но всё же умозрительную летающую модель безрасходного космического аппарата в виде молекулы гелия, а пригласил бы на успешные испытания вполне определённого безрасходного космического аппарата, то они бы очень расстроились. Ведь у них бы исчезла весьма сладкая конфетка теоретизирования насчёт возможности организации такого рода движения. Однако, прав я или не прав, это вам судить вот на примере этого самого диалога. Итак, наш активный участник глобальной волны, слава богу, продолжил дискуссию. А именно, с невеждами типа меня нужно бороться логикой. Почему отброс массы тупит? Да просто потому, что такой способ являет собой инерционные движения, а как я понимаю, перспективным направлением является поиск способа безинерционного движения. Здесь сразу же требуется вот такого рода реакция. А кто-то казал, что инерционное движение исчерпало все свои возможности. И что перспективы безрасходного движения связаны именно только лишь с неинерционным движением. Однако продолжим. Или я ошибаюсь, пишет наш активный участник глобальной волны. Но даже если не так, то представим себе ситуацию, когда мне нужно перелететь с одной галактики в другую через область в пространстве, скажем, прямо не сильно богатого материи. А может быть даже поманеврировать там, например, с инопланетными пиратами подраться. Где же мне взять столько массы с собой, чтобы маневрировать, ее отбрасывая? Да и не экологично как-то Вселенную выхолопной массой забивать, хоть водородом, хоть гелием. И вот мой очередной ответ. Речь, конечно же, следует вести не о борьбе, а о том, что, опять же, как и всегда, мне приписывается лишнее. Я же никогда не вел речь об отбросе водорода или гелия, а всего лишь о том, что, в частности, при непрерывных и безрасходных переходах электронов с одного уровня, причем абсолютно у всех атомов, другой, то есть в процессе этих переходов осуществляется еще и процесс реактивного отброса в бесконечность некой субстанции, набегающей на атомы, подобной эфиру, которую везде навалом, всего лишь. И это, кстати, очень хорошо и наглядно иллюстрируется опытом Александра Юрьевича из 90-х годов, из которого следует вот что. Есть сила, но это не отброс воздуха и ионов. То есть, если есть отбросы, то чего-то всепроникающего. И это всего лишь мое предположение. Может быть и ошибочное, но вполне подходящее для осмысления и много чего объясняющее. Поэтому-то и не стоит его изначально отбрасывать. Видимо, действительно, в слове реактивное и кроется тот дьявол непонимания. Ну хорошо, допустим, у нас есть эта самая тяга атома. Но так как векторы направлены, как Бог на душу положил, ничего никуда не утягивается. Правильно? И стоит вдруг каким-либо образом поляризовать достаточное количество атомов, и случится чудо. Теперь я правильно понимаю? На это я так ответил. Я вас благодарю за продолжение дискуссии. Меня этим почти что никто не жалует. Я имею в виду вменяемых людей. Итак, и тут все просто. Если есть между Землей и каждым атомом зона взаимного затенения, которая и обеспечивает направленность гравитационного взаимодействия, то эта же зона быстрее всего предопределяет и итоговое направление этого самого получается реактивного отброса. И именно так, что это направление обеспечит не только всенаправленное возникновение и поддержание хаотического движения молекул газа, но и безрасходный прорыв водорода и гелия, так сказать, вверх, в дальний космос. Итак, я получил вот такой очередной ответ. Не за что, но это о благодарности. Ну так правильно. Зона затенения, зона пониженного давления, в которой эта самая субстанция атомам и придает искомый вектор. Но при чем здесь атом как таковой с его тягой в этом механизме? Как на практике применить это пусть и водород летит в космосе, перекачивая эфир? Водород летит. А вот как заставить, скажем, атомы камня полететь в космосе с заданным изменяемым вектором? Да, это весьма характерный вопрос, на который я ответил так. Механизм образования тяги как раз и сводится к тем безрасходным переходам электрона, быстрее всего по раскручивающимся спиралеобразным орбитам, на которых особым образом влияет и момент их нахождения в клинообразной зоне. Этими задается итоговое направление, как и в случае с гравитационным взаимодействием. Можно даже сказать, что гравитационное взаимодействие является результатом воздействия набегающих на атом потоков как на некую частицу пыли. То есть на атомное ядро, а процесс образования тяги атома, да и всех космических частиц и тел сводится к воздействию на них тех же потоков, как на некие тела, снабжённые своего рода пропеллерами, то есть совокупностью более мелких и высокоскоростных частиц, субспутников, всегда имеющихся вокруг всё тех же космических частиц и тел. На практике нам, конечно же, не заставить камни и всё то, что собирается отправить в подобные путешествия в космос Кушелев. Но тот факт, что туда улетает не только водород, но и гелий, даёт нам уникальный шанс, ничего особо не выдумывая. Надо просто взять и в качестве действующей модели использовать молекулу гелия, считая, что она состоит из атомов водорода и нейтронов, равных по массе этим атомам, и добиться такого же соотношения в обычных водородных аэростатах между массой оболочки и полезной нагрузки и массой водорода внутри оболочки. Просто так это сделать чрезвычайно сложно с имеющимися материалами. Но я уже знаю, как этого можно добиться. На этот счёт я уже сделал достаточное количество видео. На завершающем этапе находится также оформление патента в одной из зарубежных стран, где нашёлся человек, взявший на себя этот затратный труд в качестве моего соавтора. На этом дискуссия чуть было не прервалась. Но после моего вопроса дискуссия, мол, окончилась, она продолжилась. И последовал вот этот вопрос. Но по-прежнему не вижу ответа на вопрос, как управлять. Всё в общих чертах. И опять гель и водород. Чего, мол, тут продолжать? Пришлось мне уточнять. А, вас управление интересует? И тут всё просто. Использовать эту силу можно только лишь для движения в прямо противоположном направлении по отношению к силе гравитационного притяжения. Правда, с изменением величины тяги и возможностью разворачивать аппарат относительно центра масс. Но и этого вполне достаточно, так как, грубо говоря, всего лишь надо выбрать время и место на Земле лучше всего на полюсе, чтобы не столкнуться со спутниками. И вперёд, почти что по прямой, например, на Луну. Правда, ещё с учётом скорости вращения Земли в точке старта. На этот счёт у меня есть видео. Ответ последовал весьма оригинальный. МНДА напоминает Кушелева с его, а как на флайт-борде. Вот потому и тупик, дорогой оппонент. Ковёр-самолёт, загибай углы и лети. МНДА остаётся и мне это произнести, а также поблагодарить Кушелева за его безудержные фантазии. Но я всё-таки дал ещё и такой ответ. Но вполне вероятно, именно так молекулы гелия добираются и до окрестностей не только Луны или Марса, но и подальше, в отличие от флайт-бордов. Вот так ничем и закончилось моё общение с одним из наиболее активных участников глобальной волны. Чем, кстати, было подтверждено моё неоднократно высказанное мнение о том, что даже два автора, причём вполне вменяемые, никогда не смогут ни о чём на все сто процентов договориться. То есть и организовать эффективную внедренческую деятельность даже со своими собственными новшествами. Поэтому ту и ставку надо делать на то, чтобы каждый автор занимался внедрением и имел возможность внедрять свои собственные новшества и только. Что же касается приглашения Юрия Иванова, как я понял, продолжить обсуждение Юрия Иванова.